Партия трудового народа И военных в состоянии поднять страну к высотам великой победы, великого космоса и великого стратегического паритета Перед маем состоялось два крупных события Отчет правительства Медведева здесь в Государственной Думе И крупнейший форум «Один пояс, один путь» На который выезжал наш президент Путин и который проводил великий Китай В этом форуме участвовало 39 первых лиц государств Потому что Китай под знаменем марксизма и ленинизма, под красным знаменем октября Реализуя идею социализма под руководством партии Тоже показал за последние 30 лет, что можно достигнуть выдающихся свершений Я привел эти два примера специально, потому что в отчете Медведева и правительства не было ничего интересного За мелочью затоптали главное А главное заключается в том, что несмотря на послание президента и необходимость вывести страну в пятерку самых мощных держав Мы по-прежнему топчемся вокруг нуля Мы по-прежнему теряем свои исторические позиции Если мы не выйдем на мировые темпы более 3,5% Мы будем не пятые, мы через 5 лет будем пятнадцатые Это будет не только провал, это будет дикий позор Потому что нашу огромную страну, имеющую треть мировых стратегических ресурсов Страну с тысячелетней историей Страну, которая победила фашизм и доказала, что у нее лучшая социальная система Образование, наука, организация захоронения Страну обойдут еще три государства Южная Корея, Австралия, Испания и даже Мексика Поэтому мы заявили в Думе, что нужен новый курс Новая политика, правительство национальных интересов Когда в центре будет стоять трудовой человек Умом и талантом, у которого создаются главные ценности на земле Сегодня официально заявляю еще раз этой власти Ваш курс это курс провала и позора Стране нужен принципиально иной курс и иная программа Трудовой народ, наша партия, патриотические силы Которые входят почти 200 организаций От студентов женского союза, наших товарищей по науке и культуре Создали опыт народных предприятий Наши народные предприятия рапортовали к 1 мая Что они по-прежнему лучшие в стране Лучшее хозяйство Грудинина Стало передовиком по всем показателям И тем не менее эта власть гнобит его Потому что там подлинное народное управление Там коллектив решает проблемы Там лучшая в стране зарплата Там самые лучшие школы и детские сады И суперсовременное производство Им не нравятся наши народные предприятия в Иркутске Где губернатор-коммунист Левченко Сумел к 1 мая показать, что есть пятилетка И эту пятилетку он обязательно выполнит Потому что темпы развития области Три раза выше, чем те, которые требует Путин Там темпы, которые позволили Усолью Сибирскому народному предприятию Дать зарплату по 108 тысяч в среднем И обеспечить полный социальный пакет Недавно здесь отчитывались и губернатор Левченко И мэр-коммунист Локоть И руководитель моей родной области Орловской Клычков Показывая, что есть опыт Есть пятилетка Есть темпы Есть реальная возможность Сотрелоточить ресурсы И направить их на развитие своей родной державы Вы часто слышите от этой власти Что якобы у них нет денег Который раз повторяю Денег больше, чем надо Но когда Путин говорит Что мы сами справимся со всеми трудностями И у страны есть будущее Которое зависит только от нас Заявляю Нет никакого будущего У страны, у которой власть И доверие к ней За год провалились двое Нет будущего У страны, в которой 3% олигархов И в ворократии захватили Все основные деньги и ресурсы Нет будущего У страны, в которой основные фонды Изношены даже в Газпроме на 60% Нет будущего У страны, которая Не желает заботиться о стариках Детях войны И молодом подрастающем поколении Нет такого будущего У страны есть будущее Если все ресурсы будут на каждого человека Вдумайтесь, за прошлый год Вашей нефти Добыли 555 миллионов тонн По 3,5 тонны на каждого из вас Добыли ее и в Норвегии Каждый получил бесплатное образование Медицинское обслуживание И пособие безработному 210 тысяч рублей Наши деньги Добыли нефти в Америке Каждый гражданин на Аляске Получил своей нефти За прошлый год по 100 тысяч рублей Добыли нефть и в Саудовской Аравии Каждый молодой человек Получил квартиру Бесплатное образование Медицинское обслуживание Добыли нефти в Иране В три раза бензин и солярка дешевле, чем у нас Почему мы, имея такие колоссальные ресурсы Отдали все этой ненасытной олигархии Которая не хочет даже платить Полноценные нормальные налоги Потому что власть олигархическая Нетрудового народа Потому что власть не слышит боль наших граждан Власть не решает эти проблемы Когда вам завтра скажут Что у нас нет денег Я вам напомню Вот только что отчитываясь 19,5 триллиона Вы собрали налогов Заработали и все остальное Больше триллиона Министерство Медведева даже не расписывало Почти 700 миллиардов Сами определили в министерстве Хотя не имеют права никакого Почти 500 миллиардов Застрелы, которые не дошли до граждан 2,5 триллиона Посадили долгов На местные власти Которые не в состоянии Латать даже текущие дыры Я посмотрел А сколько средств лежит у предприятий Почти 30 триллионов Но при той ставке Которой Центробанк определяет 7,75% При рентабельности 7,5 Никто вам не будет вкладывать производство Им проще эти деньги крутить У себя в банках И набивать карманы Отсюда стареют станки и механизмы За 10 лет Ни на один день не помолодел Ни один станок Ни одна машина Я посмотрел Сколько денег в банках Сидят переполненные Напышенные 50 триллионов Всего 5% вложили в инвестиции Обновления И в результате Страна задыхается От безденежья От безработицы От неуважения к детям Старикам Женщинам От низкой зарплаты У нас полстраны Становится полунищ Я считаю Что этот курс Полностью обанкротился Есть Сейчас есть Всего 3 варианта Вариант в срочном порядке Эту систему Людоедского Либерализма Изменить На народный курс На политику Национальных интересов Я считаю Что она вызрела Есть реальная программа 10 шагов достойной жизни Есть 20 шагов Грудинина Которая поддержал народ На выборах Есть программа Образования для всех Есть программа Формирования Бюджета развития 25 триллионов Есть возможность Завтра Двинуться вперед Главный тромб И главный тормоз Это единая Россия Которая приняла Все самые подлые законы Которые только можно принять Включая и пенсионные людоедства У нас впереди в сентябре выборы Это выборы Которые предопределили судьбу Или мы мирно Демократично выйдем Из этого кризиса Или массовка И массовые беспорядки Станут неизбежность Им оказалось мало Майдана Они у себя Пытаются Протащить Эту либеральную Политику Уже Ельцин Цент Свои грязные Щупальца Тянет Москву Мы их сюда не пустим Уже Кудрин заявляет Надо продать Последнюю Собственность И набить карманы Следующим Олигархам Уже Суланов Съездил в Америку Заявляет Мы и дальше Не будем контролировать Пусть Рынок Все определяет Это не рынок Это бандитский базар Где живут по понятиям Это не управление Это разрушение Народного хозяйства И унижение граждан Это не финансовая политика А массовое воровство Которое Разрушает страну И производительные силы Вместо того Чтобы выбрать Новый курс Запустили Информационную Молотилку Оказывается Не нравится Левченко Потому что Ввел область Крупнейшую В десятку Самых ведущих Не нравится Локоть Который Город Новосибирь Впервые По квадратному метру Сдал жилья На человек Не нравится Грудинин Который Является Подвижником И талантливым Человеком Мы не дадим Возможности Растерзать Это лучшее Хозяйство Не нравится Партия Которая Потребовала В Думе Создать комиссию И расследовать Почему господин Дерибанко Дерибаско Отдал Нефтегазовую Алюминиевую промышленность Отдал Под управление Англосаксов 12 директоров 8 англичан Американцы Не нравится Наш народно-патриотический Союз Который Вместе С вами Проводит Качественно Иную Политику Мы справимся С этими Вызовами Никакая Информационная Молотилка Уже не поможет Никакая Не поможет Что бы они Не делали И не говорили Две трети В сетях И знают Правду У нас идет Прямой Репортаж Сегодня Из этого Митинга Не справятся И силовики Которые Протаются Душить В Туле Запретили Проводить Манифестацию Запомните Господа Трудящимся Невозможно Запретить Манифестацию Вот Тем более 1 мая Мы Сумеем Объедини Усилия Доказать Что мы Живем В стране Тысячелетней Истории Мы живем В стране Где народ Победитель Справил Со всеми Супостатами Мы живем В стране Где социализм Доказал И показал Что наивысших Результатов Добивается Свободный Труд В свободной Стране Где заботятся Прежде всего О детях Женщинах И стариках О рабочем И крестьянине Об учителе Инженере Ученым И военным Наше Дело Абсолютно Правое У нас Сильная Мощная Команда У нас Есть Реальная Возможность Изменить Ситуацию К лучшему Я Еще раз Заявляю Что Первый май Это Праздник Труда И солидарности Самых Великих Побед Мы добились Когда Солидарный Труд Солидарный Подвиг Солидарное Открытие Позволяло нам Прорваться К самым Высоким Самым Большим Высотам Побед И космоса Не случайно Первый май И день Победы Идут Рядышком Не будь Солидарности И мужества Наших Отцов Победителей Не было Победы Не было бы Победы Если бы Не было Победы Мы бы Не отмечали Никакой Праздник Победы Снова Придут Да здравствует Первый май Да здравствует Солидарность Да здравствует Трудовой народ Ура Вперед К новым Победам